Привет, ребят, с вами Перч, в общем, я хотел бы с вами поговорить сейчас об очень удивительном месте, куда я приглашаю вместе со мной пропутешествовать. Это место находится как раз в том месте, где соединяются торговые пути между Северной Индией и Южной Индией. Если вы знаете, чуть-чуть ниже Мадья-Падеш идет прямо гряда такая, вот я сейчас покажу вам на карте, просто гряда таких маленьких и рек, и гор, которые разделяют как бы Юг и Север Индии на несколько частей. И пройти с Севера Индии на Юг и с Юга на Север вообще-то довольно здесь сложно, кроме одной такой дороги, которая идет, ребята, через совершенно уникальное место, которое называется Малва. Вот, если вы посмотрите, вот эта дорога, которая в древности соединяла Север и Юг Индии, вот, но вот это место, вот это вот место, это просто какой-то такой остров, который находится, который отделен от всего остального огромными такими каньонами. Здесь один вход, здесь один выход, а здесь находится такой прямо как остров, вот, который, пробраться к которому невозможно, есть только один вход отсюда и отсюда, с этой стороны туда пройти невозможно, потому что здесь очень-очень глубокие такие каньоны, очень красивые и глубокие каньоны. Вот это вот место, которое называется Малва или называется Мандуфорд, если вы потом посмотрите, вот, посмотрите в интернете Мандуфорд, я вот сделал чуть побольше вам, чтобы показать вам, вот он Мандуфорд, вот это вот, ребята, все, вот это вот огромные каньоны, непроходимые просто каньоны, вот эта вот дорога идет между Северной Индией и Южной Индией. И вот в этом месте находится тот самый Мандуфорд, это оказывается древний город, в котором без малого в древности жило 900 тысяч человек. Я сам узнал, я просто сел, извините меня, на полку, потому что мне сказали, давай съездим, посмотрим один из фортов. И мы поехали смотреть форт, я думал, что я увижу какой-то небольшой фортик, но, как оказалось, мы попали в совершенно сумасшедшее место, огромное место, в огромный город, в котором раньше жило порядка 900 тысяч человек, это место, откуда правили мусульмане, вот, которые правили мусульмане. И до этого там были места, которые правили индийские, хинду, короли, но потом, в 90-м, 11-м, как бы, сенчури, мусульмане завоевали все, и там, в общем, правили все, султан Дели правил Манди, и, в общем, Худжи династия правила, и Гхан династия, в общем, все династии, которые затем до 18-го века правили мусульмане, они вот правили именно отсюда, ребята, это было такое огромное место, которое вы видите с огромными строениями, которые сейчас уже никто не использует, потому что это место уже не является, как бы, сейчас через эту дорогу уже никто не пользуется, потому что англичане пробили в скалах несколько дорог и соединили север и юг Индии в разных-разных местах. И сейчас вот этот вот форт, он является исключительным местом, куда ездят туристы, чтобы увидеть совершенно умопомрачительные строения, которые сейчас стоят заброшены. Это все мусульманские места, где раньше самые богатые мусульмане в течение, там, наверное, 600-800 лет жили в этом месте. Вот. То, что там жило 900 тысяч человек, меня совершенно поверло в шок, но когда я туда приехал, конечно, я увидел и убедился, что да, это так. Это место, где самые богатые мусульмане того времени, разграбив Индию, отправлялись на пенсию, на покой. Это место, где военные мусульмане получали медицинскую помощь. Это место, в общем, ребят, сами все увидите. Добро пожаловать вместе со мной, прыгайте вместе со мной в машину. И мы отправляемся с трехчасовой путешествия от эндора на юг Индии, вот в это место, которое называется Малва, или Форт Манду. Вот. К сожалению, у меня там закончилось сок в камере вечером. Вот. И, в общем, как бы видео там заканчивается вдруг внезапно, потому что я очень много, очень много снимал. Вот. Еще был дождь, ко всему прочему. Все, ребят, давайте добро пожаловать в это место, совершенно чокнутое, совершенно удивительное место, заброшенный абсолютно город, в котором раньше жило 900 тысяч человек. Сейчас это просто заброшенный город с до сих пор удивительной красотой и с оставшейся вот этой вот пышностью мусульманских шейхов, королей и султанов, которые там строили себе все, что просто могли, потому что денег было у этих людей огромное просто количество. Помните, что именно только через эту дорогу север и юг Индии торговал между собой. И как раз вот в этом месте находится вот этот вот Форт. Все. Добро пожаловать. Хватайте, в общем, пожитки, прыгайте в машину и поехали вместе со мной посмотреть в этот Форт. Вот. Простите за качество видео, иногда они будут короткие, иногда будут длинные. В некоторых видео у меня в камеру попадает вода, вот, и там чуть-чуть плохо слышно. Но, в общем, я думаю, что общее впечатление вы получите от этого совершенно уникального места, где в 6 или 7 столетий жили самые богатейшие олигархи мусульманские, которые в это время грабили Индию просто как хотели. Вот. Такие олигархи того времени. Все. Давайте. Это место называется Малва. Вот это вот остров, который просто окружен прекрасными, очень красивыми каньонами. А само это место называется Форт Мандук. Все. Давайте пока. Увидимся потом. Пока.